Давайте порассуждаем о мексиканском заборе. Что же будет построено между Соединенными Штатами и Мексикой? Как думаете, вот такая будет стена или выше? Ну, этот вопрос к строителям. Нас больше интересует, как стена, которая планируется к возведению в ближайшее время, повлияет на миграцию через Мексику. А кто в основном пользовался нелегальными тропами, в том числе и по воде, и по суше, за какие-то деньги? Ну, в основном это люди, которые, не имея ничего, просто оказывались в Соединенных Штатах без всяких кейсов, без всяких для себя заморочек, въезжали в США нелегально, платили там какие-то деньги, где-то и за 500 долларов их перевозили, где-то за 1000, все зависело от того, на кого попадешь, и дальше уже, находясь в Соединенных Штатах, искали пути легализации. Но не все это делали, многие до сих пор живут в США нелегально, то есть люди, которые въехали, нелегально. Мы же говорим о легальном въезде. И я хочу сказать, что даже если будет такая стена, она там будет, это никак не повлияет на исполнение обязательств Соединенными Штатами, связанные с приемом беженцев, которые они сами инициировали, и декларации о правах человека, и фактически рекомендовали 197 странам, членам ООН. То есть они инициировали, и они эту программу будут исполнять. То есть те люди, которые въезжали в Соединенные Штаты через Мексику легально, а именно проходя границу, подавая на убежище на границе с кейсом, проходя через три дня интервью и оказавшись в Соединенных Штатах с браслетиком, либо без него, либо через тюрьму, либо через залог, они легально въехали в США. У них совсем другая программа. Они находятся под юрисдикцией норм международного права. И не надо путать это с нелегальным въездом в США и со стеной, потому что многие нам звонят и говорят, о, вот сейчас вашу программу въезда в США, которую вы продаете, закроют, и стена будет фактически концом этой программы. Но ничего подобного. Этот закон работает уже более 40 лет, по которым вы можете подавать на убежище в странах, которые входят в ООН, которые поддерживают эту программу официально. И вот теперь представьте, ну США инициатор этой декларации, и сейчас они не будут ее исполнять. Но это неправильно. Америка – это правовое государство, это демократия и исполнение законов. Таким образом, никакая стена не повлияет на переход границы официально, легально в Мексико и в Тихуане. Подписывайтесь на наш канал. Подробности под нашими видеороликами. Заходите на наш сайт, новый сайт, migrantdefeaslawyer.com, в котором будут отображены именно программы переезда по программам, именно по убежищу, по территориальному убежищу, по дипломатическому убежищу. Всем всего доброго. Будем рады вас видеть. Пока.